Добрый вечер Виктором Николаевичем именно на этой сцене, когда Виктор Николаевич Петриогова стал кандидатом в премьеры. Да, к сожалению, в течение почти три года я отсутствовал в стране. Вы все знаете, почему, из-за кого и так далее. Я рад, что я смог вернуться домой. Я рад был увидеть город чище. Я очень обрадовался тому, что тротуарная плитка, про которую говорил Виктор Николаевич, детские площадки, то есть то, что я по возможности передавал, даже находясь уже за пределами страны, они как-то смогли положительно повлиять на развитие города. Я горжусь тем, что наша команда, команда примаров, каждый из них доказал в разных уголках Молдовы, на что он способен. Я хотел бы выразить Виктору Николаевичу благодарность за то, что он делает, потому что люди не должны страдать, правильно было сказано, что примар от одной партии, от другой и так далее. Хотя на это многие спекурировали. Вы знаете прекрасно, как прессовали меня и наших примаров, такого в истории страны не было. И очень надеюсь, что никогда не повторится. Я благодарю вас и за теплый прием, и за то, что все эти годы вы были рядом со своим мэром, потому что это человек, который вкладывал душу в развитие города. Что-то получалось лучше, что-то получалось хуже, но важно, что то, что обещал мне Виктор Николаевич в 2015 году, он будет делать каждый день что-то для того, чтобы идти вперед и никогда не останавливаться. Поэтому ему за это спасибо. А так как я долго у вас, долго отсутствовал, я не смог поздравить вас на храме в октябре прошлого года. Я уверен, я вас поздравлю в этом году. Я спросил на прошлой неделе, какая есть основная проблема, вот что, например, нужно решить в ближайшее время. Виктор Николаевич, как мэр города, говорит, вот нужны кровати. Я говорю, кровати кому? Детей делать или как? Он говорит, да нет. Говорит, кровати для того, чтобы делать детей есть, но есть проблема с кроватками, с мебелью в детских садах. И скоро все возвращаются, школьники идут в школу, студенты в университеты. И есть проблемы касаемо детских садов, поэтому я решил точечно среагировать на то, что просил примар, и передать 200 тысяч лей сегодня для детской мебели в детские сады. Для того, чтобы знать, что есть частичка, это наши дети. А я очень рад тому, что я увидел сегодня парки, потому что присутствует очень много людей, и за это вам отдельный респект, Виктор Николаевич. И самое главное, я вижу очень много детей, детей разных возрастов, и плюс видел даже молодых женщин, которые их планируют на ближайшее время. Поэтому я вас поздравляю с этой положительной тенденцией. Виктор Николаевич, мебель я вам передам, а остальные вы детям. Я вас люблю, Волконечный, спасибо большое, всего вам доброго. Мы будем вместе двигаться вперед, все получится. До свидания. Я извиняюсь, но хотел при всех выразить слова благодарности Ренату Георгиевичу за то, что мы сможем решить очень многие вопросы с финансами для наших детей. Поверьте, что мы создадим комиссию, которая изучит в каждом детском саду. пропорционально, там, где больше детей получат, больше мебели, там, где меньше получат, меньше. Но обязательно каждый детский сад будет решен вопрос с мебелью. Ренату Георгиевич, большое спасибо вам. Спасибо.